Неработающим пенсионерам прописали пешие прогулки. Городскому бюджету все труднее обеспечивать бесплатный проезд. Вы переезжаете, буквально пересекаете 2-3 пешеходных дорожки. Здесь каждое утро идут мамочки с колястами. Это вообще жилая зона. Детские площадки и газоны уничтожаются автовладельцами. Нарушителей парковки ждет солидный штраф. Фугас попал нам в модуль, то есть в общежитие, где мы жили. Вот это было страшно. Мы выбегали кто откуда мог. Она была на войне. Медсестра Марина Горбачева спасала российских солдат в Афганистане. Ограничение льготного проезда неработающим пенсионерам вызвало широкий общественный резонанс. Напомним, с мая количество бесплатных поездок в городском транспорте сократили до 8 в месяц. Такое решение приняла Дума Нефтьюганска в конце апреля с оговоркой, что осенью вернется к этой теме. Однако уже через две недели депутаты собрались на внеочередное заседание, чтобы вновь поднять вопрос о льготе. Напомним, бесплатный проезд для этой категории населения был введен три года назад по инициативе представительного органа. Татьяна Васильевна на автобусе ездит не так часто. При ее заболевании опорно-двигательного аппарата даже спуститься по лестнице стоит больших усилий. Однако в больницу нужно, да и в магазин, где цены подешевле тоже. Поэтому женщина пользуется общественным транспортом. Они пишут поездок 8, проезда 8, а поездок 4, потому что мы туда поехали назад, что пешком пойдем. А уколы у нас, а потом на прием. Вот я в магазин, потому что где-то здесь невозможно брать, здесь все дорого и кислое. Причина такого непопулярного решения, конечно, не в равнодушии тех, кто его принимал. По мнению Сергея Стивкова, нынешняя экономическая ситуация не позволяет оставить льготу на прежнем уровне. В 2012 году, когда ее вводили, бюджет Нефтьюганска вместе с окруженными субсидиями достигал 9 миллиардов. А сейчас только 6,5. Однако главным аргументом властей стали быстро растущие расходы на оплату льготного проезда. Если в 2013 году это обошлось городской казне в 28 миллионов рублей, то в 2014 уже в 35. В нынешнем году сумма должна была вырасти до 48 миллионов рублей. На 26% у нас увеличилась затрата бюджета. Из них 6% это за счет стоимости, 6% и 20% за счет увеличения количества поездок, о чем я раньше говорил. Почему это произошло? Ну, в том числе и потому, что у нас увеличилось количество пенсионеров. То есть я, вернее, не пенсионеров, а льготных категорий, которые начали пользоваться данной льготой. Если у нас было 12 тысяч в 2014 году, 14 тысяч уже в 2014 году. Согласно данным, предоставленным пассажирским автотранспортным предприятием, три года назад оно перевозило 150 тысяч льготников в месяц, а теперь уже 180 тысяч. За год получается почти 2 миллиона бесплатных поездок. В общей сложности уже более 30% пассажиров пользуются городским транспортом бесплатно. Наверняка это связано не только со старением населения, но и с тем, что все больше людей пересаживаются на личный транспорт. И тем не менее, столь внушительные цифры многих настораживают. Не все верят в объективность этой статистики. Я подозреваю, что все-таки заинтересованность самой организации, которая предоставляет, как можно больше отразить свои отчетности, отразить количество, чтобы, понятно, получить из бюджета компенсацию. В обмане подозревают и самих пенсионеров. Якобы дают свои произны родственникам. Фотографии-то на карточке нет. Частично это подтверждается. Зимой были, и в деток мы находили карточки. А что я скажу, дитю 8 лет, что ему скажут, чья карточка моя. Дед, читай, сынок, что написано, плата, льготы, кто дал, бабушка дала. Скажи бабушке, чтобы больше не давала. Ну это массово или это редко встречается? Ну встречались, встречались. Ну каждый день, да, практически? Ну так, если по-честному. Встречались, конечно. И в студентов мы находили. И находили в таджиков, в узбеках, у бабушек на квартире жили, они им льготу предоставляли. И мы тоже карточки находили в таких. Конечно, на такие злоупотребления идут те, кто в льготе не очень-то нуждается. Ведь если ты регулярно ездишь на автобусе, то не станешь отдавать кому-то свой проездной. Хотя бы потому, что не сможешь в нужный момент им воспользоваться. Но в итоге от таких умников пострадали те, кому без общественного транспорта никуда. Три раза ездила. Туда, сюда, туда, сюда. На лечение 10 дней надо потратить. Взад-вперед, потом к врачу на прием. Три раза в день. Вы понимаете, сколько это стоит? Вот с больными ногами, вот с такими. Мне 75. Я дитё войны. Два раза на кладбище съездил, потому что там от того кладбища на тройке надо до Варакинского. С Варакинского на четвёрку надо. Вот два раза съездил, и всё, и эти 8 рейсов кончено. Ездим в больницу. Это лечение назначено 10 дней. Это проехать 10 дней по 40 рублей в месяц. А мы ездим, если вот, бывает пересадка, по 40 рублей в день. Вот и посчитайте 10. Это выходит 400 рублей. То есть для пенсионеров это очень... Это очень дорого. Ну вот я пенсию 17 тысяч тоже получаю. Представьте, за квартиру заплатить, за билеты заплатить. А лекарства выписывают. За одно лекарство. Месяц на тысячу, на две набираешь лекарства. Вот и получается. Сделайте фотографии, уже точно тогда убедятся, отдаём мы или не отдаём. Ну вы не отдаёте. Да, в жизни нет. Сегодня уже все понимают, что контроль надо усилить, а бесплатный проезд лимитировать. Но вот на каком количестве поездок остановиться? Информация, предоставленная ЮПАТом, говорит о том, что 50% льготников совершают как раз 8-9 поездок в месяц. Именно на этой цифре, по крайней мере на летнее время, и настаивала городская администрация. По словам Сергея Севкова, это была необходимая мира для того, чтобы сохранить бесплатные дачные маршруты. У нас на сегодняшний день в бюджетном росписи выделено 20 миллионов всего на весь город, на весь год, да, по бесплатным проездкам по городу. На дачные маршруты денег вообще не выделено. Ну, мы понимаем, что это одна из задушин северян, да. Мы решили, что мы пока сейчас 13 откатались, всем дадим на дачу, чтобы дачи ездили у нас бесплатно. А потом уже экономически выровняем, дачи завершим, экономически будем обосновывать поездки уже в зимний период, чтобы зимой обеспечить бесплатный проезд жителей, когда действительно есть суровые условия погоды. Однако сами дачники этого широкого жеста не оценили. Многие уже к 9 мая зарасходовали все свои бесплатные поездки по городу. Виталий Бурчевский один из тех, кто в 2012 голосовал за введение бесплатного проезда, а сейчас против его столь резкого ограничения. Он считает, что на последнем заседании Думы льгота практически была отменена. Если посмотреть на анализ, из 22 тысяч людей, которые имеют право на эту социальную поддержку, пользуются всего лишь около 9 тысяч, менее 50%. Это как раз самые незащищенные, те, у кого нет своего личного транспорта. Ведь остальные пенсионеры, которые не пользуются, только потому, что у них есть возможность самостоятельно передвигаться по городу, или нет необходимости, дети и так далее поддерживают. Мы ударили этим решением по самым незащищенным слоям населения, неработающим пенсионерам. В администрацию утверждают, что изучили опыт других муниципалитетов округа. И только в Нефтьюганске неработающие пенсионеры до сих пор пользовались городским транспортом совершенно бесплатно. Чтобы убедиться в этом, мы связались с тремя городами – Сургутом, Нижневартовском и Ханты-Мансийском. Если в Нижневартовске бесплатно ездят только ветераны войны, то в Сургуте и Ханты-Мансийске пенсионеры получают льготу, но она ограничена определенной суммой. У нас существует такая дополнительная мера поддержки к федеральным и региональным мерам поддержки. Это бесплатный проезд в городском транспорте по социальному проездному билету для неработающих пенсионеров города. Существует эта мера поддержки уже более 10 лет. Льготы действуют таким образом, что у нас производится оплата за проезд 19 поездок в месяц на одного льготника, то есть неработающего пенсионера. В Сургуте бесплатный проезд также существовал. Теперь эту льготу монетизировали. Также 600 рублей в квартал. Людям достаточно в МФЦ обратиться, подтвердить, что имеют право не получать. Раз в год. То есть раньше было раз в квартал, сейчас раз в год. Ну то есть если иметь, да? 600 рублей еще раз получают в квартал. Вернемся к статистике, озвученной ЮПАТом. Напомним, она говорит о том, что 50% льготников совершают не более 9 поездок в месяц. Однако остальная половина пользуется автобусом гораздо чаще. Если вывести средний показатель, то он будет равен 22. Может быть, стоит ориентироваться хотя бы на эту цифру, чтобы поддержать тех, кто строил этот город и при этом снизить нагрузку на бюджет. Напомним, на этой неделе народные избранники решили вернуться к обсуждению темы бесплатного проезда не осенью, а в ближайшее время, 27 мая. Побочный эффект. В Нефтьюганске скоро перестанет расти трава. Местные автовладельцы регулярно нарушают правила парковки. Такой вывод сделали на заседании административной комиссии. Из 160 поступивших материалов все касаются стоянки в неположенном месте и загрязнении территории. Подробности в репортаже Светланы Ряписовой. Белая рубашка, отутюженный костюм, но за этой солидностью скрывается нарушитель правил благоустройства. В объектив фотокамеры он попал в начале апреля, когда поздно ночью вернулся из дальней поездки и поставил машину на детской площадке. Что примечательно, рядом стояли еще три автомобиля. Всю зиму парковались там автомобиль, абсолютно укатанная территория, никакими бордюрами она не ограничена до сих пор. От бордюров действительно осталось одно название, хотя двор в 14 микрорайоне между 32 и 38 домами благоустраивали в 2010 году. Секретарь административной комиссии Елена Кузнецова наблюдает нарушение правил парковки каждый день. Водители ставят машины на тротуарах, у подъездов, встают колесами на бордюр, хотя места предостаточно. Вы переезжаете буквально, пересекаете 2-3 пешеходных дорожки. Здесь каждое утро идут мамочки с колясом. Это вообще жилая зона. Здесь у нас 4 года назад шло крупное озеленение. Перед домом и перед вашим и перед моим абсолютно отсутствуют хоть какие бы ни было парковки. Зимой, опять не дадите вы мне соврать, этой зимой полуметровый накат, ну сантиметров 30, был прямо перед подъездом. Машины было ставить, просто небезопасно перед домом. И люди поэтому стихийно, это именно стихийное самоуправление, организовали за домом парковку. Многие даже привыкли туда электричество, чтобы стоять под огрехом. Как выяснилось, в ходе столь эмоциональной беседы мужчина все же противник парковки на зеленой зоне, но только в летнее время. Минимальный штраф он все-таки заплатит, но и вывод сделает. Машину впредь будет определять на стоянку. Специально оборудованные бесплатные парковки, кстати, в 14 микрорайоне есть. Сергей Викторович, вы вправе обжаловать наше решение, решение комиссии такое, что вы совершили административное правонарушение и наказание, за это следует штраф в размере 500 рублей. Нефтьюганск действительно не может удовлетворить потребности всех автолюбителей. И машины на газоне, к сожалению, можно видеть повсеместно. Но правила есть правила, и действуют они круглый год. Граждане почему-то считают, раз у нас зимой травка не растет, ее не видно, значит мы можем ставить автомобиль свой куда угодно. Вот, пожалуйста, снег ставил, и вся картина на виду. Травка уже и не растет, и не будет расти. С начала года в административную комиссию поступило более 160 материалов. И впервые нарушение тишины и покоя граждан ушло на второй план. В лидерах теперь стоянка в неположенных местах и загрязнение территорий. Выявляют такие правонарушения должностные лица администрации нефтьюганска. Пожаловаться могут и простые жители. В любом случае на информацию, поступающую в административную комиссию, мы реагируем. И если мы говорим о нарушении правил парковки транспортных средств, то в основном, основным доказательством является фотофиксация данных правонарушений. Но для того, чтобы привлечь виновное лицо к ответственности, данная информация обязательно должна содержать место, время совершения правонарушения, адрес и источник, то есть лицо, от которого данная информация поступает, для того, чтобы ее было возможно проверить. Штраф за стоянку в неположенном месте от 500 рублей до 2000. При повторном нарушении от 3 до 5. Для добровольной уплаты дается 2 месяца, плюс 10 дней, чтобы постановление вступило в законную силу. Светлана Ряписова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Афганская драма. 27 лет назад, 15 мая, первые советские солдаты покинули Афганистан. Дату начала вывода воинов-интернационалистов отмечать не принято, и тем не менее она не забыта. Длилась операция целых 9 месяцев. Советский Союз обязался вывести свой контингент в 9-месячный срок, то есть до 15 февраля 1989 года. Половина войск покинула горную страну в течение первых трех месяцев. Точное число погибших в афганской войне неизвестно. В разных источниках цифры колеблются в пределах 1-2 миллионов человеческих жертв. В нефтьюганске проживают около 300 ветеранов боевых действий локального конфликта. Они принимают участие во всех крупных городских мероприятиях и занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. В нефтьюганске сегодня осталась единственная женщина, которая прошла афганскую войну. Марина Горбачева служила медицинской сестрой в инфекционном госпитале. 12 мая 1988 года она отметила свой профессиональный праздник, а в августе покинула город Баграм навсегда. Домой добирались, сидя на цинковых гробах. Из Афганистана медсестра Марина Горбачева вышла в августе 1988-го. На родину возвращалась на черном тюльпане. Место было только на этом борту. Как ни держал командир, но сил терпеть войну больше не было. Говорит, ну останься еще, ну поработай месяц-два, потом все выйдем. Я говорю, нет, все, я не могу больше. И тут как раз этот борт был, и мы вот три девочки, мы все распрощались с ним. Бойцы поступали в инфекционный госпиталь с желтухой и малярией. Борт приходил в основном ночью, чтобы не попасть под обстрелы. Порой привозили до 150 солдат. Работали сутки через сутки. Но если поступали раненые, то поднимали всех. Мы до сих пор дружим все, встречаемся. В 2014 году в Москве мы встречались все. Был генерал у нас, Вастротин, он вручал мне медаль. Родители Марины узнали, что дочь служит в горячей точке только через год. Когда после отпуска провожали обратно в армию, объявили посадку на Ташкент. И мама, вмиг посидев, поняла – Афганистан. Письма такие были, что ли, доченька, как ты там служишь, как ты там работаешь, что у тебя нового. Я писала, что все хорошо. Присылала даже фотографии ей, поля, там цвета, цветы в полях растут. Вот в военных действиях я ей не описывала и не присылала такие фотографии. Поэтому она была более спокойная такая. А уже когда второй год она узнала, в каждом письме написала «Береги себя». Родители ждали, что дочь вернется живой. А 25-летняя Марина стойко выполняла свой долг. Обстреливали каждый день, но лишь однажды было по-настоящему страшно. Фугас попал нам в модуль, то есть в общежитие, где мы жили. Вот это было страшно. Мы выбегали кто откуда мог, потому что сразу загорелось. Это же деревянный модуль, то есть это общежитие. Это как деревяшка у нас. Он мгновенно вспыхивает. Попал туда фугас, все. Это мгновенно. Вот в чем была я. В тапочках, в носках выбежала. Сегодня медицинская сестра проявляет заботу, милосердие и уделяет поистине материнское внимание воспитанникам детского сада. В 40 лет она второй раз стала мамой. Воспитывает сыновей и мечтает, что их никогда не коснется война. Инна Новикова, Светлана Ряписова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». 12 мая представители одной из самых гуманных профессий отметили Международный день медицинской сестры. Огромную роль медсестры и санитары сыграли на фронтах Великой Отечественной войны и в локальных конфликтах. Именно они отвоевали у смерти миллионы жизней советских бойцов. Об одном из таких героев в рубрике «Бессмертный полк». Прадеда госпитализировали, а потом отправили домой на восстановление. В 1942 году прадед опять попросился на войну и попал на самую страшную Сталинградскую битву за всю Великую Отечественную войну. Так как его полк стоял рядом с танковой дивизией, они попали под обстрел тяжелой артиллерии. И прадеду оторвало три пальца на правой руке и попал осколок в правое плечо. После этого ранения его комиссовали и отправили домой. Умер он 28 сентября 1984 года. Тогда моему папе было 6 лет. Я горжусь своим прадедушкой. Занятие нового поколения. В детском саду «Умка» состоялась коллегия по введению федеральных образовательных стандартов у дошкольников. В ней приняли участие представители профильного департамента администрации «Нефтьюганска», директора образовательных учреждений, а также эксперты из Сургута и Хантамансийска. Познавательное занятие в группе «Фантазера» посетила и наша съемочная группа. День Победы – такова тема, которую ребята изучали целый месяц. Участники коллегии могли оценить заключительное занятие. Его продемонстрировали фрагментарно, за полчаса показав то, что ребята обычно делают в течение дня, для большего погружения в тему. На войне были кошки, они помогали, чтобы не было мышек и крыс. Итак, утром мальчишки и девчонки собираются, чтобы обсудить, что им удалось узнать дома по заданной теме и выбрать, в каком центре практически закрепить полученные знания – искусство, кулинария или литература. Ребята разделились на команды и приступили к увлекательному процессу. Одни учились писать письма-треугольники, другие создавали букет поздравлений для ветеранов, а третьи готовили тюрю, не забывая, конечно, о технике безопасности. Палиночка, пожалуйста, развивайся, по мисочкам. Не только знаний вый блок внедряется в образовательный процесс, но и именно процесс, когда ребята учатся навыкам, которые помогают адаптироваться в жизни. Нам сегодня очень важно, чтобы выпускник для школьного образовательного учреждения пришел уже подготовленный к требованиям и к федеральным стандартам нового поколения в школе. И поэтому мы стараемся задания проводить не четко заорганизованные, а такие занятия, чтобы ребенок раскрылся сам. Детский сад номер 14 «Умка» работает по программе «Югорский трамплин», которая помогает раскрыть способности каждого ребенка и воспитать активного, целеустремленного человека. Оценить результаты совместной деятельности педагога и детей приехали в том числе эксперты из Сургута и Ханты-Мансийска. В детском саду созданы все условия для успешного развития. Умение свободно чувствовать себя, для самовыражения, для творчества. У нас современное оборудование, у нас открыт шахматный и компьютерный класс, у нас будет открываться кабинет робототехники. В группах имеется современное оборудование, современные игрушки, которые способствуют успешному развитию детей. Темы, которые педагог играючи поднимает на развивающих занятиях, выбирают сами ребята. Время их изучения не ограничено и зависит, конечно, от заинтересованности малышей. Мы, естественно, с детьми составляем... У нас есть модель трех вопросов, то есть мы сначала прорабатываем эту тему, что они знают, что они хотят узнать и как узнать. А потом уже, исходя из интересов детей, пожеланий, мы составляем план, планируем и вместе с детьми работаем над этой темой. По словам специалистов, крайне важна здесь и помощь родителей, которые вместе с детьми ищут необходимую информацию и даже проводят практические занятия. То, что происходит в садике, оно должно найти продолжение дома. Если сегодня ребенок принимал участие в одном из центров, конечно, ему захочется дома показать это родителям. И важно, чтобы родители, бабушки, дедушки, они услышали ребенка и помогли ему в дальнейшем развитии. Эксперты оценили заинтересованность ребят выбранной темой, а также их любознательность. Кроме того, особо отметили работу педагога и создание среды, в которой дошколята, по сути, познают новый мир. В группе представленной книги о войне есть стенд с наградами. Группа «Фантазеры» уже успела послушать песни военных лет под гитару и изучить военную технику. Впереди у них долгожданная встреча с ветеранами. Елена Раянова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Первая смена еще не закончилась, а на пороге вторая. Очередной этап военно-полевых учений, в котором примут участие еще около сотни старшеклассников, пройдет в Нефтьюганске с 19 по 25 мая. А тем, кто начал подготовку ранее, сейчас преподают тактику и защиту от оружия массового поражения. Елена Галиман с репортажем. Правильно выполнить задание с первой попытки получается далеко не у всех. Но военное дело требует терпения и мужества, поэтому нынешние десятиклассники отрабатывают защиту от оружия массового поражения задолго до армии. Сегодня у ребят зачет. Чтобы получить положительную оценку, нужно не только надеть костюм Л-1 и проползти зону заражения за 15 минут, но и знать наизусть всю теорию. Мы изучаем правила поведения при применении противника, например, такого оружия, как ядерное, химическое, биологическое оружие. Также изучаем средства защиты, способы защиты. На тактическую подготовку также отводится пять учебных часов. За это время юношей научат быстро реагировать на команды, преодолевать полосы препятствий с оружием в руках и спасать товарищей, если им грозит опасность. Вспешка слева. Раз, два, три. Встаем. Будущим солдатам важна физическая подготовка. Это одна из ключевых дисциплин, по которой ребята также будут сдавать зачет. Внимание уделяется всему. Правильной группировке при падениях, развитию выносливости и умению держать удар. В данном случае мы присутствуем на занятии прикладной физической подготовки. И, собственно говоря, здесь ребята получают основы, ну, самые-самые основы рукопашного боя. Начальная военная подготовка включает в себя лекции и полевые учения. Условия далеки от армейских, и вечером ребята отпустят домой. Несмотря на это, за пять дней юноши пройдут 35 учебных часов по семи дисциплинам и получат заслуженные отметки в школьные дневники. Получите, распишитесь или сдайте в утиль. Полицейские Нефтьюганска призывают владельцев, у которых было конфисковано оружие, забрать его из-за дела. Камера хранения приполнена, а хозяева либо не знают о том, что собственность можно вернуть, либо не хотят этого сделать. Но есть и другие, более легкие пути решения проблемы. ТОС-87, 12-й калибр, изъят в начале 2000 года, хранится более 15 лет. Мелкокалиберный нарезной карабин сторожил в этой комнате хранение оружия. Хозяин давно умер, а родственники не приходят за наследством. Всего в Нефтьюганском отделе МВД находится около 500 единиц оружия, начиная от газового пистолета до травматики. В большинстве своем это охотничьи ружья. Огнестрельные стволы изъяты сотрудниками полиции у владельцев. За нарушение правил хранения, ношения, сроков перерегистрации или в связи с аннулированием лицензий. 93 образца принадлежат умершим собственникам. Их родные, кстати, могут вступить в наследство и забрать огнестрелку. Но тогда необходимо купить сейф, пройти медицинскую комиссию и получить лицензию. Те, кто далек от охоты, смогут обратиться в отдел полиции, через суд отдать ствол на реализацию и получить деньги. Стоят эти экземпляры немало. В противном случае через некоторое время их утилизируют. Вам необходимо в ближайшее время обратиться в отдел лицензионной разрешительной работы по адресу 755 для принятия решения в отношении оружия. В случае неявки сотрудники полиции будут проведены мероприятия по прекращению прав собственности в судебном порядке. Необходимо подтверждающие родство документы, паспорт, соответственно удостоверяющие личность, и написать там заявление на то, чтобы выставили данную продукцию на продажу. Какими происшествиями была насыщена последняя неделя в Нефтьюганске, расскажет Юлия Огрызкова. Здравствуйте. С итогами работы полиции за прошедшую неделю познакомлю вас я, Юлия Огрызкова. За отчетный период в отдел МВД России по городу Нефтьюганску поступило 414 сообщений. Из них 20 преступлений, 17 из которых было раскрыто. Полицейские продолжают работу по профилактике преступлений, связанных с кражами велосипедов, колясок и скутеров. Всего за два месяца зарегистрировано 6 краж велосипедов и одной коляски. Зачастую данная категория преступлений совершается по вине самих владельцев. В связи с этим убедительно просим не оставлять без присмотра велосипеды, детские коляски и скутера возле торговых павильонов, магазинов, возле подъездов, под лестничными маршами и лестничных площадков, а также в коридорах подъездов. В противном случае вы можете стать не только жертвой преступления, но и можете понести административное наказание в виде штрафа за нарушение правил пожарной безопасности. Если вы все-таки стали жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию. Отдел МВД России по городу Нефтьюганску напоминает о возможности граждан обращаться в органы внутренних дел посредством сети интернет на сайте www.3wgosuslugi.ru. На данном сайте вы можете получить государственные услуги по приему, регистрации и разрешению заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, а также об административных правонарушениях. Кроме того, зарегистрировать свой автомобиль или оружие. Также сообщаем, что теперь упростилась процедура получения справки о наличии либо отсутствии судимости. Теперь вы можете подать заявление на получение данной справки не только в территориальном отделе МВД, а также во многофункциональном центре, либо через портал УВВС ГУ. Полицейский Нефтьюганска устанавливает местонахождение без вести пропавшей воспитанницы Центра социальной помощи семье и детям Веста Горустович Ксении Игоревны, 1998 года рождения, которая 13 мая текущего года ушла с территории Весты и до настоящего времени не вернулась. О себе и своем местонахождении не сообщает. Убийительная просьба ко всем, кто располагает какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 29 59 24 либо 02. За отчетный период на улично-дорожной сети города зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий. Полицейскими составлено 870 административных протоколов по линии ГИБДД, а также проведено 12 профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пресечения преступлений, а также на обеспечение безопасности дорожного движения. А у меня на этом все. Будьте бдительны и всего вам доброго. Соревнования по стритболу собрали участников из шести муниципалитетов округа в спортивном комплексе «Сибиряк». Свои силы в уличном баскетболе испытывали юноши и девушки 14-15 лет. Это один из этапов президентских игр, которые стартовали 13 мая. Стритбол или уличный баскетбол. Несмотря на свою молодость, этот вид спорта уже завоевал популярность и множество поклонников по всему миру. От классической игры стритбол отличается размером площадки. Здесь она наполовину меньше, а кольцо всего одно. Стритбол завораживает своей динамичностью и разнообразием техник. Правила не менее сложные, как вы сейчас убедились. Наоборот, здесь больше азарта у ребят, больше техники. Ну и эта игра интересна тем, что здесь почему-то большее количество зрителей приходит. Президентские спортивные игры собрали школьников из шести муниципалитетов. В их числе Нижневартовский район, город Сургут, Пытьях и хозяева соревнований «Нефтьюганск». Организаторы и тренеры убеждены, что игровые виды спорта на тех же уроках физической культуры должны быть в приоритете. Игровые виды спорта, они всегда, вот лично для меня, на первом месте стояли и будут стоять. Наша молодежь, многие, вот я слышу, вот сейчас у нас такая молодежь. Я считаю, что наша молодежь замечательна. И этот вид спорта, я считаю, ну, по сравнению с другими видами спорта, конечно, он стоит на одном уровне. Но именно в городе «Нефтьюганск» баскетбол, я считаю, набирает обороты все выше, выше и выше. Лидером встреч стала команда из Югорска. Второе место занял Нижневартовск, третий – Сургут. «Нефтьюганским» школьникам удалось занять только четвертую позицию. Данные результаты не считаются окончательными. Все баллы и места суммируются в общую таблицу президентских игр. Так что у наших ребят еще есть возможность не только догнать, но и обойти соперников на очередном этапе состязаний. Мария Орехова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». На этом у меня все. Желаю вам отдохнуть и насладиться хорошей погодой в субботу и воскресенье. Всего вам доброго и до встречи в эфире.